Ксюша, допустим, ты выиграла бы в лотерею 1 миллион долларов. На что бы ты их потратила? По-моему, ответ очевиден. А, как обычно. Одежда, обувь, ну и каталог маленькой Афе у неё на столе, мне кажется, тоже сыграл свою роль. Нет, конечно же, на БМВ. А на что бы потратили миллион долларов жители нашего любимого города, узнавал наш любимый корреспондент Михаил Рябаконь. В Николаеве весна, мы в центре города, и сегодня мы узнаем у николаевцев о их любимом деле и что бы они сделали, если бы заполучили миллион долларов. Расскажите, чем занимаетесь, кем работаете? Я не работаю. Я работаю иногда. Кем работаете? Молодцом. Работаете молодцом? А это можно считать вашим любимым делом? Конечно, я люблю быть молодцом, потому что это очень приятно. Меня все хвалят, говорят, вот ты такой молодец, это очень классно на самом-то деле. А вот где находится место, где можно устроиться работать молодцом? Ну, это дома чаще всего мама, бабушка, то есть они постоянно говорят, вот ты такой молодец, на тебе денег немножко, классно, вообще очень выгодный бизнес. Ну, вот так, в принципе. А хорошую прибыль приносит быть молодцом? Ну, уже, конечно, времена не те, там, пенсия маленькая, поэтому приходится подрабатывать не молодцом, там, разные слова употребляются в этой сфере, но устроиться лучше, проще, чем дома, но тоже можно. А что бы вы делали, если бы вот прямо сейчас заполучили миллион долларов? Что бы купили, на что потратили? Ну, сразу бы, наверное, купил бы пивасик. Почему не пивасик? Надо квартиру сразу купить. Видите, как распределяются приоритеты, квартира и пивасик. Не, ну, а что правильно, купили квартиру и сразу отметили новоселье. Ну, правильно, пивасик, а потом квартиру, чтобы было, было чем отмечать. Сегодня говорим о любимом деле. Чего пожелаете вот жителям города, которые еще не работают молодцами, но хотят? Чтобы все были молодцами, чтобы у них все в жизни слаживалось очень классно, и они были счастливы, потому что деньги – это не главное, главное, чтобы были счастливы люди. Я работаю моделью. О, круто! Это ваше любимое дело? Да, конечно, я этим давно занимаюсь. А вот почему именно это дело вы для себя выбрали? Я буквально только что парню рассказывала о этой ситуации, что я пришла к нам в торговый центр, увидела показ и решила попробовать себя в этом деле. В итоге я окончила три колледжа моделей, ну и сейчас развиваюсь в этой сфере. Что самое сложное в такой работе? Наверное, конкуренция. А что самое веселое? Ой, даже не скажешь. Наверное, это такой напряженный труд все-таки, какая-то должна быть мотивация, ну а веселое в том же результаты. То есть, я так подозреваю, вы считаете это любимым делом, делом жизни? Да, конечно. Вот, как много времени вы тратите на это время, на свое любимое дело? Практически все время, все свое свободное время. А как учатся модели? Что нужно уметь для того, чтобы быть моделью? Ну, нужно быть худой, красивой и амбициозной. То есть, нельзя есть вот любимую еду, наверное, да? Вообще, туда нам нельзя заходить. То есть, вот вы идете... Это просто категорически. Разве что можно рядышком пройти и понюхать, да? Повспоминать. Да. Еще такой вопрос. Что бы вы делали, если бы прямо сейчас вам предложили миллион долларов? Вот просто так, на что бы вы их потратили? Ой. Ой, знаете, такой неожиданный вопрос, такое предложение хорошее. Открыла бы свой бизнес? Скорее всего, да. Я в будущем все равно, когда постарею, когда стану некрасивой, хочу открыть свою модельную школу и, наверное, вот начала бы влаживать в это дело. Ну, по-моему, по-моему, отличный выбор, на самом деле, правильное капиталовложение. Может быть, есть какая-то такая страсть к чему-то, на что бы хотелось, на путешествие, там, еще на что-нибудь? Этим сильно не стрядаю. Не знаю. Наверное, на благотворительность бы какую-то подала бы. Часть. Небольшую часть. Да. Любимое дело и благотворительность. Ну, по-моему, неплохо. Да. Но это еще не все вопросы к молодым человекам. Мы тоже поговорим. Чем занимаетесь вы? В данный момент я работаю официантом в ночном клубе. Эта работа мне действительно нравится. Нравится мне, ну, не тем, что официант, а тем, что я могу общаться с людьми, потому что я такой общительный. Да, мы, кстати, познакомились именно в клубе. Вот. Дальнейшем тоже хочу попробовать какую-то связать, наверное, себя тоже с модельным бизнесом на немножко. Вот. Ну, если я получаю миллион долларов, наверное, то же самое. Открою какой-то свой бизнес, чтобы можно было себя хорошо обеспечить на старости лет. Ну, и, может быть, такие какие-то определенные капиталовложения для будущего поколения сделаю. Вот. Ну, вот такие вот на данный момент у меня перспективы. То есть я работаю, я доволен своей работой, мне нравится работать, веселый коллектив, я получаю от этого удовольствие, я получаю удовольствие от общения с людьми, поэтому будем продвигаться по карьерной лестнице. Мы желаем вам найти свое место в жизни, найти то, что вам нравится и реализовывать себя по полной программе. Да, обязательно, чтобы каждый человек мог найти себя в этом мире, и это будет очень хорошо. И спасите морских котиков. Спасите морских котиков. Мы пойдем спасать морских котиков, а вы смотрите дальше наш сюжет. Я музыкант. О, серьезно? На чем играете? На фортепиано. Отлично. Как давно занимаетесь? Лет 10, наверное. Ого! Круто! То есть отдали такую приличную часть жизни любимому делу. Да. Кстати, да, это считается вашим любимым делом или это ваша работа? Это моя будущая профессия. Ну и при этом любимое дело? Да, конечно. А какие вот самые, возможно, интересные или сложные моменты? Что вообще можете рассказать о своей любимой профессии? Ну, это очень тяжело, потому что надо постоянно заниматься, вкладываться в это дело. Это трудно, но интересно. Скажите, что бы вы делали, если бы у вас сейчас оказался миллион долларов? Что бы, возможно, купили? На что бы потратили? Ну, вопрос такой, я даже не знаю. Ну, может быть, как-то городу помогла, я не знаю, честно. То есть сразу на благие намерения? Ну, а что делать? Никто не помогает, буду сама делать. А купить, возможно, машину, квартиру, поехать попутешествовать, отдохнуть? А мне хватает того, что у меня есть. Зачем мне лишнее? Для меня любимое дело носить гитары. Я работаю носильщиком гитар. Отличная профессия. Скажи, что сложного в том, чтобы этим заниматься? Сложно, что вот, когда вот советская гитара, и вот нету нормальной ручки, и приходится ее носить вот так, а хотелось бы носить, ну, за спиной или хотя бы как-то по-другому. Скажи, где можно этому делу научиться? Этому делу не учатся, для этого рождаются и становятся, ну, это... Это нечто высокое? Это нечто высокое, да. Последний вопрос. Если бы у тебя прямо сейчас оказался миллион долларов, на что бы ты его потратил? Я бы раздал бы его всем носильщикам гитары, потому что им слишком мало платят. Мне кажется, просто всего лишь, ну, носильщик гитар, он всего лишь один, поэтому ты бы их оставил себе, я так подозреваю. Ну, я бы нашел бы сообщников своих, которые тоже носят, и мы сначала бы приделали лямки, а потом бы... Слушай, а ты случайно не киллер? Нет, тут гитара. Да? Ну все, тогда мы тебе верим. Тебе большое спасибо, хорошего дня, и удачи тебе в твоем деле. Спасибо. Спасибо. Мое любимое дело, это, конечно, петь, заниматься творчеством и играть в спектаклях. Расскажите, в каком спектакле играете, где можно вас увидеть? 27 апреля на сцене Русского драматического театра будет премьера спектакля «Алая паруса». Прекрасно. Кого вы играете? Асоль. Серьезно, у вас главная роль. А кто играет Грея? Грей играет мой напарник, Максим. Мы сейчас упорно готовимся, репетируем, тренируемся. Я надеюсь, что у нас все получится. Если бы прямо сейчас вам дали миллион долларов, на что бы вы потратили его? Вот это вот сложный вопрос, потому что планов много. Но, естественно, наверное, бы какую-то часть я бы отдала все-таки на благотворительность, на помощь детям. Понятно, что не все, но часть бы точно отдала. Это, наверное, дело совести и дело чести. А остальную часть? Остальную часть, наверное, потратила бы на саморазвитие. Хороший план. Спасибо вам. Что пожелаете зрителям нашим? Зрителям пожелаю найти свое любимое дело, стремиться заниматься и достигать своих целей в жизни. Друзья, вот в очередной раз мы убедились, что в Николаеве много интересных и, что самое главное, щедрых людей. Ведь, отвечая на вопрос про миллион долларов, многие из них ответили, что отдали бы деньги на благотворительность. Николаев, ты самый прекрасный город на Земле. Редактор субтитров А.Семкин